Итак, 30 лет назад въехали мы в новостройку. Вот честь это было. Три комнаты после одной. Я ещё совсем маленький был, но помню, как все радовались. В соседнюю девятую квартиру вселился одинокий разведённый мужчина по имени Александр. Был он молод, любил выпить. Но не так, чтобы очень, но всё же. Прошло лет десять. Шурик, как все его звали, прогрессировал в употреблении. В конце концов на пьяной драке прогорел и сел в тюрьму. Квартиру государство передало следующему нуждающемуся. Её оказалось одинокой разведённой особой лет тридцати, дочь которой росла в детском доме, так как мамаша тоже дружила с бутылкой. Мы прям удивлялись, что ж везёт нам на выпивок. Дама эта водила с обутыльников, и очередное распитие закончилось плачевно. Убили её жестоко. Маму вызвали понятой в квартиру. Она в ужасе пришла и сказала, что все стены измазаны кровью. Уж не знаю, кто там потом убирался, но с тех пор начали твориться там дивные дела. Въехала семейная пара с дочкой. Муж умер от рака, и они съехали. Въехали молодожёны. Их тут же обокрали средь белого дня, когда они были на работе. Никто ничего не видел. Хотя выносили всё через окно первого этажа, выходящего во двор. Кухонный гарнитур, стенку, телевизор и тому прочее. Не мелкие вещицы. Как такое возможно? Они тут же съехали. Следующим жильцом оказалась бабуся. Божий одуванчик. Анна Тимофеевна была тихой и интеллигентной. Сын её умер в армии уже давно, и его портрет она повесила на стену. Несколько месяцев мы прекрасно общались. Она даже звала нас иногда в гости. И вот однажды ночью она позвонила нам в дверь. И заговорщическим голосом произнесла, что закрыла его ванной. А сама выбежала в ночнёшке в коридор. Просила вызвать милицию. Вызвали наряд. Квартиру открыли вооружённые люди. Внутри никого не было. Окна изнутри закрыты на замке. Бабуля божилась, что незнакомец был в квартире. И недоумевала. Ещё раз за 3-4 за полгода. История с незнакомцем и милицией повторялась. Вскоре все решили, что у бабуси поехала крыша от смерти сына. И её увезли в лечебницу. Мы поохали, но выводов пока не сделали. Пока. Вскоре в квартиру въехали пожилые супруги. Сын купил им жильё вместо гнилого дома в деревне. Иван Степанович оказался очень рукастым электриком. Шустрым и весёлым старичком. Зоя Петровна хозяйственная, гостеприимная и очень порядочная. В общем, вроде всё наладилось. Прошло года два. И стали мы замечать, что наши соседи уже не так бодры и веселы. Всё больше задумчивы и немногословны. Стали они очень болеть. Прямо чахнуть. То и дело просили мою маму померить давление. И вот однажды слёг совсем от неизвестной болезни Иван Степанович. Увезли его в больницу, откуда он уже не вернулся. Оставшись одна, Зоя Петровна всё чаще стала звать мою мать стонометром для измерения давления. В один из таких сеансов мама услышала, как под столом в комнате кто-то рычит. «Собачку завели что ли, чтоб не скучно было?» Спросила она. Соседка усмехнулась. «Какая собачка? Тут постоянно кто-то рычит». Помню, как мама ворвалась в квартиру и начала мне всё это пересказывать. Как бегали мурашки по коже от ужаса. Вскоре Зоя Петровна переехала к сестре, так как жить там стало совсем невозможно. И вот недавно приехала в квартиру молодая пара с ребёнком, который уже без конца болеет. Муж ушёл к другой, а в квартире уже было и наводнение, и пожар. Такое ощущение, что поселилась там нечисть, которая хочет быть одна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok